День в день, час в час, минута в минуту, Радио Болтком Утро на Болткоме А у нас продолжается Утро на Болткоме, ура-ура, у нас культурные гости, у нас Эвелена Протектор, джазовая певица, преподаватель вокала И вообще замечательный человек, сочинивший огромнейшее количество узнаваемых, прекрасных мелодий Доброе утро! Привет! Привет! Что сейчас происходит в жизни музыкантов? Я понимаю, что вот благодаря этим каким-то послаблениям появилась возможность выступать Буквально завтра я знаю, что будет выступление в Эмдарнице Да, наконец-то! Ну, у музыкантов бардак, как, собственно, и везде, потому что все ждут, когда же начнется третья волна Все боятся, поэтому пытаются наиграться, пока есть такая возможность Поэтому буквально с начала июля мероприятий очень много И выбор безграничен на любой вкус, на любой цвет, на любые финансовые возможности Сколько вообще концертов удалось отыграть за это лето? Ну, не так много, конечно, как за прошлое лето Я так спокойненько к этому отношусь Но, ну, сколько-то было, да Какие-то есть То есть очень радует то, что очень много джем-сэшенов происходило за последнее время И это очень радует, потому что джазовые музыканты без джемов жить не могут А их не было почти два года Вот, поэтому необычайная активность наблюдалась на джем-сэшенах И я там тоже была, и было классно Мы знаем, что вот Эвелена связана со многими проектами В частности, и P&N New Wings, и ряд других Вот что сейчас? Это больше сольные? Больше с какими группами, оркестрами? Да, сейчас больше сольных проектов Ну, со своими проектами, конечно, я тоже выступаю Мы вот пытаемся все дописать, альбом с проектом джазатами Но пандемия все время вмешивается Все никак не доделаем Но я надеюсь, до Нового года мы уже наконец-то выпустим наш второй альбом Сольно тоже выступаю как приглашенный артист с разными коллективами Например, с Very Cool People у нас будет в конце августа концерт Таллина в квартале С талантливым пианистом Кристом Саржентом тоже пою много Последние буквально несколько лет И вот с ним тоже сейчас готовятся некоторые проекты Пусть интрига будет, не буду много рассказывать Оказывается, когда мы доживем до этого, тогда мы объявим наверняка как-нибудь интересненько Пишутся ли новые песни? Конечно, конечно, это такая вещь, за которую пандемией можно сказать спасибо, потому что появилось время заняться поактивней как раз таки вот этим вот, потому что концерты играть нельзя, репетировать нельзя, но что делать, надо идти и песни писать Вот, наконец-то время появилось немножко на это Будут ли они исполняться на ближайших концертах или это все? Ну как это происходит? Сначала записываются они как альбом издаются или уже на концертах обкатываются? Не-не-не, сначала на концертах в любом случае обкатываются, но в ближайшее время пока еще не будет У меня готовится несколько экспериментальных проектов, над которыми нужно посидеть поактивней, потому что сфера, ну для меня, скажем, достаточно новая Я решила углубиться побольше в исследовании мира электронных эффектов, поэтому надо этому уделить немножко больше времени Звучит интригующе Да, прямо как мир электронных эффектов Да, почта тоже у нас работает в режиме пандемии, поэтому я до сих пор жду посылки, которые были заказаны в январе и получаю как кусочек пазла, когда наконец-то он соберется, тогда я смогу доделать наконец-то свою панчуру Что это такое будет? Это будет что-то в стиле Pink Floyd, Danger and Dream или что это вот с электронными эффектами? Нет, это точно не будет, ну может быть чуть-чуть в сторону Pink Floyd, это будет все равно сохранять джазовый концепт, но я давно уже, на самом деле у меня эта идея зрела, мне очень давно хотелось попробовать объединить и больше углубиться в соединение луперов, лупстейшенов, которые петли делают, разных эффектов на вокал Которых на самом деле не так много, потому что обычно все производители делают эффекты гитаристам, басистам, кому там педали еще нужны На вокал обычно их не так много, поэтому выбор небольшой, но зато все, что предлагается, очень интересно И вот мне хочется, не знаю, если есть, скажем, такая теорема, что джаз это какая-то музыка, которая должна исполняться исключительно в чистом виде, мне вот хочется доказать это обратное В обратное, что джаз и современная электроника – это вещи, которые, наоборот, очень хорошо соединимы, и что это может быть одновременно, этот продукт, конечно, он может быть одновременно и интеллигентным, и интересным для прослушивания, но также может содержать в себе вот этот вот развлекательный, двигательный элемент электронной музыки, за что мы электронную музыку все очень любим, особенно по утрам. Интеллигентный техно-джаз. Интеллигентный техно-джаз, да. Танцуем под интеллигентный техно-джаз. Ну, на самом деле, с каждой фразой и все больше и больше, и все глубже, и уже интрига. А хотелось спросить... Непонятнее и непонятнее, да. Ну, интерес зато возбуждается. А насчет завтрашнего концерта хотелось уточнить. Про новые песни не успел спросить, и уже, в общем-то, прозвучало, что новых песен в ближайшее время не будет. Что же будет завтра и где? Еще раз. Так, завтра в 8 вечера в замечательном месте под названием М. Дарбница по адресу Аристида Брияна 9. Ну, это Вилла Стрицка. Да, это Фон Стрицка, это соседнее здание буквально с Фон Стрицкой, который один и тот же комплекс с ней. Там будет джазовый концерт, концерт джазовой музыки, в которой мы с моими коллегами Кристом Саржентом на пианино, Андрисом Грумте на контрабасе и Калвисом Слэджисом на барабанах исполним композиции из разных времен джазового периода. Что-то более традиционное, что-то более современное, там что-то из Роберта Гласпера, может быть, будет, что-то из Гретчин Парлато, что-то из Фрэнка Синатры, что-то из Жабима. То есть будет такая большая сборная солянка самых прикольных песен, которые мне очень нравятся. Там обязательно надо быть. Вообще, я недавно для себя открыл эту площадку, и совершенно невообразимое выступление было в прошлую субботу, а потом все переместились внутрь здания на второй этаж, и был джем совершенно обалденный. Предполагается ли завтра обалденный джем? Посмотрим, сколько музыкантов придет. Вот мы такой вероятный, мы как бы не заявляем, что будет джем, мы будем играть два отделения, но если соберутся музыканты, которые изъявят желание принять участие в джеме, то мы обязательно что-нибудь с этим сделаем. Нельзя говорить «нет». Если музыканты хотят джемить, надо дать им возможность творить. Я точно знаю, что нужно делать завтра вечером. Скорей по вечеру субботу. Однозначно. Да, у меня вопрос сразу чисто технический. Сейчас же концерты все делятся как бы на две категории. И вот будут ли допускаться, скажем, непривитые или обязательно справки? Как вот технически? Ну, это концерт на террасе. Если будет хорошая погода, на что я очень надеюсь, сейчас вроде солнышко светит, но в наше переменчивое лето никогда не знаешь наверняка. Но если будет хорошая погода, если не будет лить дождь, то мы останемся на улице. И так как это терраса, то там свободно все. Но, к сожалению, если нам придется переместиться вовнутрь, то да, только по ковид-сертификатам будет. Ну, нужно это учитывать, к сожалению, реалии этого времени. Кстати, вот говоря действительно про эти все реалии, насколько вот среди музыкантов, скажем, происходит вакцинация, насколько это становится неизбежным для того, чтобы ездить на гастроли, перемещаться по миру, выступать? Ну, смотря куда и смотря насколько заранее. Потому что у нас, конечно, тоже люди разделились на два лагеря. Те, кто сразу же встали в очередь на прививку и те, кто предпочитают подождать. Ну, у каждого мотивация своя и обоснования тоже свои. Ну, как бы, окей, выбор каждого, да. Но это, конечно, немножко осложняет работу, потому что есть мероприятия, на которых мы заранее знаем, что там мероприятия только для вакцинированных. Соответственно, ну, для музыкантов можно, конечно, сделать тест и тогда все время думать, чтобы ты находился в двух метрах от остальных участников всех, и зрителей, и, собственно, коллег-музыкантов, потому что такие, кажется, условия. Но это очень, ну, это запара, это очень большая запара, и поэтому, ну, мне это, на самом деле, очень все не нравится, потому что оно заставляет тебя выбирать музыкантов, скорее, не по принципу, с кем бы ты хотел бы играть и кто попадает в эту дату, а кто привит, кто не привит на вот это конкретное мероприятие, если там это необходимо. Но я думаю, что в ближайшее время должны объявить о том, что работники культуры все-таки все будут, должны быть привиты, потому что все-таки мы уйдем вовнутрь, и я не думаю, что кто-то захочет рисковать непривитых, с привитыми вместе и в масках сидеть два часа концерт наслаждать, это вообще удовольствия никакого нет. Поэтому я думаю, что скоро это все достаточно будет не, как это, не необратимо, ну, да, необратимо. Ну, станет обязательно. Ну, скажем, принудительно обязательно, законодательство никто не может заставить. Как-то добровольно-принудительно. Нет, ну, как говорят, будет ли это добровольно или принудительно, если хотите это добровольно, если не хотите, будет принудительно. Ну, да, но я как бы понимаю, почему, ну, потому что все-таки это невыгодно организаторам, когда у тебя такие, когда у тебя такие ограничения, Потому что все-таки, когда есть непривитые люди, и когда мероприятие открыто, ты должен обеспечивать дистанцию между людьми. Это, соответственно, означает, что у тебя на мероприятии в половину меньше людей, если не две трети меньше людей. Это значит, что у тебя меньше билетов куплено, это значит, что ты можешь меньше себе позволить. Скажем, коллектив не из пяти человека, а коллектив из одного. Ну, соло-музыкантов у нас в стране не так много, но и насколько люди хотят слушать только соло-музыкантов. Поэтому это такой сложный вопрос. А остальные по зуму, по удаленке? Да, да, да. Но я думаю, мы столкнемся с этим вопросом в конце сентября, потому что наша погода, она все-таки подразумевает, что мы достаточно рано уйдем в помещение. Поэтому я чувствую, будет весело. Удается ли продолжать преподавательскую деятельность, или это тоже сейчас сложно? Сложно, сложно. Во время второй волны студентам последних курсов, то есть и колледжа, и консерватории, разрешили заниматься очно, потому что им заканчивать у них квалификационные экзамены, им никак нельзя онлайн. Но, к сожалению, всем остальным пришлось терпеть онлайн. Ну, пение, так, преподавать вокал, это бездна, так нельзя вообще. Ну, какое-то время можно, и над какими-то вещами, конечно, можно работать, но над техническими вещами ты работать не можешь никак, а это как бы самое главное, потому что все хотят слышать певца, который красиво поет. А если ты не можешь быть со студентом в одном помещении, потрогать его, потыкать пальцем, там, с подзатыльник дать, ну, ты не можешь этого сделать через Zoom, поэтому, ну, не очень это продуктивно. Я очень надеюсь, что нас не засадят обратно на онлайн, потому что творческие профессии онлайн очень сложно обучать. Ну, тогда выход как парикмахер и тогда зимой в лес, в лес, на пляж, в поле. Ну, знаешь, у меня был концерт в минус 17, что у нас иногда бывает. На свежем воздухе. На свежем воздухе, да. Этот вариант подходит барабанщикам, потому что они двигаются все время тепло. А у саксофониста примерзли клапаны. Ну, хорошо, не губа примерзла. Ну, слава богу, не примерзла, да, но клапаны примерзли к саксофону. Так что, как бы, я думаю, что вариант как парикмахера на улице годится до какого-нибудь... Господи, петь-то как минус 17. Ну, так, плохо. Ну, что поделаешь. Ну, да. Желаем, конечно, удачи с завтрашним концертом и очень рады, что все-таки что-то происходит в жизни. Ждем новых записей. Кстати, вот все-таки запись... Я понимаю, что запись альбома достаточно дорогое удовольствие. Вот сейчас насколько мотивированы музыканты выпускать пластинки, учитывая, что, в принципе, CD как бы... Вот непонятно, вроде с носом все вернулись к винилу, CD как-то преданы забвению скорее. Вот как распространяется музыка? Ну, не скажи, кстати. CD не совсем в забвении. Все-таки есть еще люди, у которых есть машина, в которой есть дисковод. Ну, конечно, дома достаточно редко люди, ну, практически не слушают музыку на дисках, но сейчас... Но это не значит, что альбомы не записывают, потому что выпуск альбома, он может быть на разных платформах. У нас за последний год пандемийный вышло, если я не ошибаюсь, наверное, каких-то 12 джазовых альбомов. Может быть, чуть-чуть меньше. Точную цифру не скажу, но как-то за один рекорд, за один год рекордное количество альбомов джазовых. В Латвии именно, в Латвии, да? Именно в Латвии, да. И это очень радует, потому что сейчас, видишь, 21 век, технологии развились, ну, так, очень, очень, очень сильно развились. И, в принципе, зависит, конечно, от стиля музыки, но есть музыканты, которые умудряются свои альбомы писать дома у себя. И, соответственно, их выпустить уже не такая большая проблема, потому что выпуск альбома, он у тебя уже не, ну, скажем, не давит тебя весом винила к земле, да? То есть ты не только, ну, не зависишь только от производства. То есть сейчас же музыка в основном выпускается на дигитальных платформах там всякие. Всякие, мы все знаем эти платформы, где музыку там слушать по подписке или не по подписке. Поэтому люди активно все делают. Вот и винил, кстати, возвращается. Уже, я бы сказала так, усиленно, уверенно вернулся. Особенно наш этот знаменитый уже на всю страну и вне страны лейбл Ерсика Рекордс выпускает. Сколько они в этом году выпустили винилов, я тоже цифру не скажу точно, но для Латвии они выпустили достаточно такое впечатляющее количество альбомов, винилов именно, пластинок, да? За этот год, за прошлый год у них библиотека уже наработалась такая достаточно впечатляющая. И у них буквально только что то ли вышло, то ли сейчас выйдет. У Дениса Пашкевича, например, с его модулярным проектом «Тенка» альбом. Тоже в конце августа будет презентация проекта «Spoken Word». Это проза с импровизацией от проекта «Klaus Yes». Так что все происходит, альбомов много, пластинок много, кто-то на кассетах тоже выпускает. Я не понимаю, где их слушать вообще, эти кассеты, но зато концептуальненько. Ну что же, нам показывают, что время... Дождуемся ли выпуска на бобинах? М-Дарвница... Вообще, я думаю, кстати, я думаю, что бобины вернутся быстрее, чем кассеты в обиход, потому что бобины, гнилые, это все там рядом. Звук потрясающий, да. Завтра М-Дарвница, кто не дослуг... Восемь вечера М-Дарвница на территории Фонстрицка. Подробная информация на портале MixNews.lv, конечно же, будет... Эвелена Протектор, спасибо огромное, Эвелена. Спасибо за какое-то начало утра. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok